А, да, а вот у тебя написано запись. Так давайте тогда уже, давайте учиться. Ну, или сейчас можно будет учить ее, мы ее уже начинаем. Не, ну не вот или как, там консекунция, я не чувствую, что там. Нет, а вот в музей толерантности в Москве, вот эта постоянная экспозиция, там после Танаха сразу Великой Отечественной войны, по-моему. А как раз в государстве Исраиля, как бы в таких выпусках, там огромный, огромный зал вот этой Великой Отечественной войны. Не второй мировой, а именно Великой Отечественной. Смотрите, толерантности в Москве, у меня это ощущение, что мы еще. То есть, были, конечно, Ивлеи, вот это самое, вот есть Тора, вот есть то, все. Потом, бац, и какие-то сами, а потом, ну хорошо. Нет, это какие-нибудь там погромы, посередине, нет? Нет, по-моему, там они, ну если посмотреть, что, ну и вообще как бы. Ну а потом, для меня-то там важно, что дальше, дальше, а вот что дальше, дядя, не важно. Это мне так важно. Не получилось, я понимаю. Так, друзья мои, мне потребовалось, после долгого перерыва, потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, где мы, собственно, находимся. Ну вот, ну я вспомнил. Ты вспомнил, да? Расскажи. Ну, я всем скажу, Юдзайна Ударев. А, Юдзайна Ударев, да. На страничке Юдзайна Ударев. И у нас последняя субья, называется субья Гимон, она начинается со слов Ибарилева. Ибарилева. Итак, Ибарилева. Ибарилева, это вводит некое обсуждение, некое аморайское обсуждение, некого частного вопроса. Ну вот у нас есть некоторая общая тема, да, тема нашей эрухей-чутершелизм. Значит, теперь, вот они, судят-дорезят, и как бы некоторый вопрос показался им важным. Это значит, вот они задались вопросом. Они как бы... Вопрос такой. Если некто не положил себе эрухей-чутершелин, забыл, съел, неважно, не знал, можно ли считать, что и он, ему самому запрещено готовить? Ну, ему запрещено, да. Значит, мы помним, да, общую тему, напоминаю, да. Если мы положили до эры... У нас эра в Йомтов сразу после этого в Шабах. Да, если мы в эры в Йомтов не забыли положить эту таруку в Шабах, мы можем готовить с Йомтова на Шабах. С Йомтова на Йомтова мы можем готовить в любом случае. Если мы не положили, мы можем готовить с Йомтова на Шабах. Вопрос, на что распространяет этот запрещен? Только на него самого лично? Или на его продукты, которые он вам влагает, тоже? Это то, что мы знаем с Кинкопом. Если кто-то еще из них приготовил. Совершенно верно. Совершенно верно. Это дальше будет сейчас обсуждать. Может ли кто-нибудь еще для него приготовить еду из его продуктов? Нет, нет. Кто-то из другого хозяйства, судя по всему. Тот, кто сам себе положил урок в Шабах, может ли он прийти к нему? Угол, мы... А можно прийти до слова? Да, конечно, имеется. У того, кто не положил урок в Шабах, он ему самому запрещено, имеется в виду, готовить, и мука его запрещена для приготовления? Или же ему запрещено готовить, а мука ему не запрещена? Угу, угу, угу. Угу, угу, круто. Лимайнов Каминан. Да, это оператор, который вводит следующую, который говорит нам о следующем. Вот у нас есть некоторое идеологическое разногласие, или там вопрос, неважно, да? Какие практические следствия из этого вытекают? В какой ситуации это будет логически, практически важно? Это, это оператор Лимайнов Каминан. Что из этого вытекает? Что выходит из этого? Ля кнуй ким холи ахирим. О, ама... Да. Ля кнуй ким холи ахирим. Значит, для... Этот вопрос будет важен для того, что... Что если он хочет, чтобы для него кто-то что-то приготовил, если кто-то хочет, чтобы для него что-то приготовить, должен ли он передавать ему в владение эту муку или там продукты? Да. Подарить, конечно. Понятно, что подарить, да. Но как бы вопрос, должен ли он что-то делать? Если мы говорим, что и он запрещен, и мука его запрещена, то он должен эту муку каким бы то ни было образом продать, подарить, сделать его чужим владением. И тогда это будет его мука угощать, понятным, своими продуктами по-любому. Или же, если мы говорим, что он-то самому запрещено, но мука его не запрещена, тогда ему это не требуется делать. Просто любой человек может прийти, да, и приготовить для него... Понятно, что приготовить для него, для себя, он же приготовил себя. Я никого не заставляю работать, я даже не прошу. Просто он сам приходит, смотрит, нету ЭРО, да. Ну, видно же, человеку так по лицу видно, что он не положил ЭРО. Он заходит к тебе домой, говорит, может, ты как бы нуждаешься в чем-то, и тогда опять, пожалуйста, это его проблема. Заставлять, конечно, нельзя. Так можно намекнуть. Голодные эти. Ну, чуть-чуть голодные. А то, да, надо дайте воду напиться, а то такие скочки, что даже приночевать не было. Но, да, 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 да. Каков собственный твил? Ташма, слушай, судим. Миша лу ненеях ЭРОВИ ТОВШИЛИН, алей зэ лу яфэ, лу яшэр, лу ятмин. Лу, лу ла хэрин. Лу ла хэрин уфэм, лу ненавашмим лу. А зачем было? Фицадо се, макны ким хол яхэрин. Лу фэм, лу ненавашмим лу. Значит, ташма это обычно, обычно они вводят какую-то братью, меньшую идею, это некоторый аргумент, который вроде бы предназначен быть на этом этапе решающим аргументом. Слушай, сюда это как бы, ну, ташма это буквально приходи и слушай, да. Это нечто достаточно уверенно заявленное. Это некоторый авторитетный источник, который призван быть там вот какой-то к нам ДОС зашел. Слушай, сюда. Ну, я, собственно, это переварю. Что произошло? Какой-то странный человек пришел. Это они, я так понимаю, с Хабацкой, что на величие здоровый будет. Так, итак, слушайте, слушайте, суды. Это у нас, это у нас, не чинали Брайта, скорее, Брайта где-то в Ярушауме, Брайта где-то в Ярушауме. А, то есть они просто приводят Брайта. Они приводят Брайта Жрушауме. Значит, Брайта такая. Брайта такая. Тот, кто не положил ирухтов шелень, он не должен печь, не должен варить, не должен кухнуть. Я надмин, это когда он горячее, выкрывает чем-то, чтобы оно сохранилось. ни себе, ни другим. И другие не могут ему тоже делать, ни печь, ни варить. Что же ему делать? Он может подарить, отдать право на владение своим, своим, значит, продуктом. Кемхоз, кемхоз, ландавка, разумеется, продукты вообще. И те ему, значит, уже делают, готовят и все-все-все. Значит, я прихожу, говорю, а не хочу, я тебе подарю, что он не продукт. Правильно, сразу догадываюсь. Ну, вроде того, да. Примерно. Да, да, да. Как это? Я не рада это пойму. Сейчас пойму. Откуда стало известно, что это браки где это написано? Там, после слов Ташми, стоит буковка. Вот я сейчас даже не выберу Лаф или Зайчик. Я надену Ашпи, и говорю Зай. Теперь мы смотрим слева. У вас на полях есть штука, которая называется Масор Ташас. Это перекрестные места в Талмуде. Здесь это находится в месте. Да, вот на полях на полях Талмуде. Значит, они делали аббревиатуру как Шум Римс Фарадейн, но так, чтобы на ухе было слышно, конечно, как партаталмуд. Понятно. Итак, значит, вроде бы действительно нам дали здесь ответ, что нет, другие не могут готовить для него, если они не, если он не передаст им продукты. Таким образом, вроде бы это получается у Несару Ким Хонеса. Так мы получили ответ на заданный вначале вопрос. Шума Минагу Шума Минагу Шума Минагу это вердикт, это вот так, как оно есть. А то, если он важно в Кем Хонеса, что, вопрос закрыт. Что? Не именно это сказали. У Несару Ким Хонеса. Что правильно они сказали? Ну, с Леонидом понятно правильно сказали? Даже и я не ошибся. Там же вот сказано, что Его Шум Хон Кем Хонеса. Кем Хонеса, да, кидавка Кем Хонеса. Именно поэтому он должен его отдавать. Именно поэтому он должен отдавать право на него другому, потому что тогда это будет уже не его Кем Хонеса, понятно. И Байлиу. Вот нет другой вопрос. А Варва Афа Май представьте себе, что он не просто раздолбай, а злодейски раздолбай. Он не только забыл положить себе Руфтавшелин, но и запью на это дело совсем. Сказал, а вот я все равно буду. Дальше в субботе он немножко пришел в себя. Направед был Митрес, потом он немножко пришел в себя и пришел к Равина. Вот я тут наварил и напил кучу, И что мне перед этим делать вопрос стоит может ли он съесть в субботу. Ташма снова у нас есть как бы некоторое Брайта к всему. Это примерно та же самая Брайта, собственно. Я думаю, что это просто пересказ той же самой Брайты. Что делать тому, кто не положил Руфтавшелину? Он отдает другим свои продукты, они для него делают готовность. там дальше еще что-то мелко написано. А если бы это можно было бы если бы то, что он незаконно сдернул, это Брайта было бы отражено. Брайта ищет решение как ему наесться в сроду. Одним из двух способов. Либо отдать продукты кому-то другому, чтобы кто для него приготовил. Либо если он уж совсем закремелый то изготовить в запрещенном состоянии тогда есть. Так, что тут рынок что-ли? Что происходит? Люди с детьми что-то? Это все гнойно что-ли? Потянулись на перелетный. Спасибо. 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 А что у тебя тут такое? Я надеюсь, что он известен помимо своего ума, терпением и смирением. Очень на это рассчитываю. Он говорит, когда он ищет решение для раздолбая, который не положил Роу Товшерин, то казалось бы, эта братья должна была бы рассмотреть эту возможность, если бы она существовала. По тому, что этого там не сказано, они делают вывод, что этого вроде бы и нет. Но это слабый аргумент. А если это есть? Ну, если такая возможность есть, то это есть. Ну, не в смысле кушать, а в смысле имеется наличие. Это слабый аргумент. Аргумент из умолчания по определению слабым. Да, ну, понятно. Все, кто занимался немножко наукой или там чем-то, понимают, что как бы из того, что у нас лапуна в источнике, мы не резко можем сделать какие-то достойные выводы. Из того, что братья ничего не говорится, мы пытаемся сделать вывод, что такой возможности и нет. Да, 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 совершенно верно. В равно съесть в субботу то, что он нарочно наварил, съем-то он на субботу. Ну, там дальше будет хорошо раскладываться, как так-то и можно. Нет, нет. Нет, нет. Амара. Нет. Если бы не сказано, значит, нет. И италий, если бы эта возможность существовала, то в братье должно быть написано. Амара ва да барматана. На это есть резонное вполне возражение Аравады барматана, который говорит, что ну, просто когда учил тот, кто учил эту брать, то он решение, которое разрешено делать, учил, а тот разрешение, которое разрешено делать, не учил. Да. Это тоже, кстати, более-менее общее правило. Мы, то есть как бы мы можем заняться и довольно часто занимаемся, все-таки, людьми, которые там злонамеренно делают что-то нехорошее, но базово, то есть как бы базово мы вроде как не обязаны иметь в виду вообще. Если, Алька, может, ты помнишь, Сын-Линь у нас время-то время всплывало, даже в Сын-Линь, где, собственно, речь шла именно о преступниках, но все же, а вот уж совсем закоренелых преступников, ну, как бы они не стоит рассмотреть. Мы их обычно в источниках, как бы, в источниках мы не знаем. И Равад Барбакан говорит, ну, я вот так и тут, что нам, собственно, про всяких уродов, как бы, расписывать в Брайте. Он не знает, он не поддерживает, он говорит, что то, что в Брайте не сказано, то, что в Брайте не сказано про такую возможность, это ничего не значит, это просто значит, что Брайта не рассматривает людей, которые нарочно приступают к закону. И она имеет совершенно не право это не делать, как бы. То есть, если не сказано, что, типа... Не сказано, мало ли, почему он не сказано вообще. Это я, мой аргумент. Его аргумент чуть более строгий. Он говорит, в Брайте описаны легальные способы разрешения этой коллизии, а нелегальных не рассмотрят. Вот и все. А, возможно, что они есть. Это не значит, что их нет. А как только один способ подарить? Один способ. Один способ. Подарите, как бы, это все. У нас, конечно, есть использование малейских максималистов. Если вы не начнете делать самобору, это придача бы его не доходить. Знаешь, да. Не, ну тут максималистам будет очень трудно, да, по городу. Не найти можно практически все, кто угодно. Вот. Да. Это же не значит, что оно есть. Ну, в смысле, что его нет. Да. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Мне в университете со временем разрушают все. И умолчание в источниках не умолчает. Что вам имеешь в виду? Здесь они попытались подойти, даже попытались несколько дать объяснение, что Брайтер рассматривает не все возможности, в том числе и незаконные, а только законные возможности. Законные возможности. Вот. И поэтому мы не знаем, где есть такая возможность. Нет. Продолжаем не знать. Окей. Та шма. У нас есть другая источник. Ну, я не знаю, как streaming. Я ничего не знаю. Я не знаю. Это его нужно. Если кто-то положил руку в аршубь в аршубь, он может печь варить и укрывать горячее. горячая, и если же он хочет, захочет съесть свою руку, пожалуйста, я его праву. Значит, если же он сожрал этот доктор, как он успел все приготовить, то тогда будет уже не готовить, не печет, не варит, не учевает, не он сам для себя, не для других, и другие тоже ему сожралы. По крайней мере повторения, да. А вальмавашэль уль ёнтов, вимгутыр, отырли шаббат. Он может, естественно, готовить на сам ёнтов, ёнтов на ёнтов, но если у него осталось, это можно утребить шабб в суббот. Это как бы вторая возможность, мне просто сказать, да. У нас, мы говорили об этом немножко, но здесь они подходят к этому более формально. И ещё они делают некоторую добавку к этому, которая нам как раз здесь важна. У бельва шилоги арым. Вимгайрым асу. Но только пусть не хитрит. А если с хитрит, запрещено. Хитрит – это, значит, как бы нарочно, под фиктивным предлогом делать себе большие порции, чем тебе реально многие. То есть, он говорит, ну, я там сварю большую кастрюлю того сутка. В другой статус, возможно, уже даже ло, 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 мары. Это ещё хошеры. Просто когда он говорит, а сварю-ка я большую кастрюлю сутка. То есть, может оказаться, что он попадёт в ситуацию мары. Это та самая ситуация, которую мы рассматриваем. Даже в ситуации, когда он мары не откровенно говорит, да, я сейчас буду делать съёмку на субботу, несмотря на то, что у меня нет эру. Это ситуация, которая описывается словами аварвааса. Даже если он, ну, как бы, немножко сам с собой, как бы, играет в некую группу, и пытается обмануть, непонятно, кого, то ли себя, то ли бога, то ли соседей. Вот. Даже в этой ситуации мы это запрещали. Запрещено есть. Кто-нибудь, кто-нибудь об этом говорит. Вроде бы это даёт, опять же, нам ответ. Но мудрецы не так просты, как кажется. Ну, тут же речь идёт про обман, да, про обман. А обман, другое дело. Там мудрецы относятся к нему ещё более строго, чем к злонамеренному нарушению. Объясняю. Я ровно сейчас перевёл слово в слово. Ты сказал про обман, да? Но обман – это другое дело. Шаны. Да. Ну, хитрый, ну да, зло-хитрый обман. Ещё раз. Что такое арома? Это когда все понимают, что ты делаешь, но ты пытаешься сделать вид, что ты делаешь нефакцинно. Ну, как бы, не очень понятно, кого, какого, так сказать, ты аромануешь. В каком смысле ты пытаешься обмануться, мол, себя. И иногда даже это даёт, значит, даже что-то серьёзное, прямо шапошку. На самом деле, они устраивают сейчас память сына своему, который был бит в теракте несколько лет назад. То, что мне сказали, что это в 3 часа дня, и мне кажется, на него очень интересно. Ну, всё, ладно. Ещё раз, значит, Рааши возражает, он говорит, что это ещё пока не аргумент, потому что в Брайте говорится про аромат, про обман или хитрость. А к такому обману клубрецы относятся ещё строже, чем к... К забывчивости. Не к забывчивости, а даже к чем-то мэйзи. Чем к нарушению сознательного. То есть, если ты беспрекрасно говоришь, что вот я такой урод, и буду вот... Не сделай рот тушилин. Кладу я на ваши, как бы, это самое, рот тушилин, как бы, и буду делать себе печь и говорить, как обычно. Это плохо, конечно. Но ещё хуже, в некотором смысле, говорят они, что если он пытается сделать вид, что он вроде бы как почти кашерный человек. Я, конечно, не положил рот тушилин, но мне это вроде бы как и не надо, потому что я всё равно собирался варить большую кастрюлю. Ну, как-то так. И вот к этому способу, значит, отношения к действительности мудрецы относятся вроде бы, как к заявлению Рааши, ещё строже, чем сознательные нарушения. Немножко понятно даже, почему. Потому что, как бы, у тебя и у окружающих создаётся впечатление, что ты ничего не нарушаешь. Во время как ты, на самом деле, нарушаешь. Сейчас я бы ещё посмотрел Рааши на это место, если оно у нас есть. Шилуя Рын. Какой-то, например, что такое Рааман. Рааши, Рааши, что он говорит так, давай-ка я, вот это моё блюдо на ёмку, вот эти блюда, я пригласил, ну, я, наверное, пригласил гостей. Но он не собирается приглашать гостей. Собирается оставить их на субботу. Это аромат. А почему как бы... Если же он варит одну большую кастрюлю, как мне сейчас прояснил Рааши, это ничего страшного, потому что раньше у нас уже говорилось, что это как раз кашевр. То есть это нормально. Если он делает большое праздничное блюдо и оставляет от него некоторые кусочки в субботу, даже половину или большую часть, это нормально. И даже на холодном поставить только кашевр. Речь идёт об отдельном блюде. Речь идёт об отдельных блюдах, да. А почему вообще вот такая проблема? Неужели как бы вот нужно всё вот это делать или вот эту арому и так далее, а просто не сделать Ров Товшилин? Нет, никакой проблемы. Надо просто делать его... Нет, ты совершенно права. Надо просто делать Ров Товшилин. Нет, ты стал забыть. Нет, если он сознательно... Нет, он мог забыть про Ров Товшилин бессознательно. Пришёл уже Ёмков. Он понимает, что нам надо что-то есть в субботу. И вот тут он сознательно, сознательно нарушает. Кто же он? Не, мы не знаем, мы не знаем, где он там был сознательно, но в какой-то момент они прямо говорят слово Мейзи. Мейзи значит, вот, сознательное нарушение. Ну, что такое он значит, не может. Так, сейчас, секундочку, давайте я прочту ещё кусок. В имя Аримасур, алиэхоль, да ахмуррагонун бэгамилта, шалаллах портуратырух, вэллодамы ля арамады, ада барагава, да малах гармагарма, да эмни будлэ бэоклина, я не знаю, что значит. А, это там, это самое, да. Име шум тирыха адийфа, дин махас, шелу ясрия хабасара, умиманэв ло шахт. Хасалка датах, это один, лавар ваефан. Вот так, он говорит, что, в принципе, если он вот сделал вот этот хитрый трюк, то это запрещено есть. Вот. А с чем он это сравнивает, я не до конца помню. То есть я понял, с чем он это сравнивает, но я не понял, какое-то к нам умение отношение. А что делать с едой, которые уже подготовились к человеку? У меня всё внутреннее так прокинутся. Потому что он убрался. А-а-а. что мы хоть и другой нет с ним, у меня просто... Это тоже интересный момент. Это обсуждается. Ну, как, Иногда и вопрос вот. Не надо. это же, как бы, не надо делать с едой, Что? Я понимаю, что едой не виновата, но, как я говорю, но, закон, есть закон, ничего. А что странно, что они вообще обсуждают, это вроде как непонятности, нужно просто обсудить. Почему вообще возникает вопрос, что если кто-то, а не сделает... А, ну это же очень просто. Это же очень просто. Это же очень просто. Во-первых, конечно, в этом и практический смысл, очень простой. Потому что они неоднократно обсуждают, что делать, если этот рух пропал до того, как ты успел что-то приготовить. Ну, это абсолютно практическая вещь. И я, там, поскольку мыши там бегали просто по полу, как бы, утащить ее мог вообще. Ребенок мог съесть. Во-первых. Главная тема иногда, это как раз не самое экзотическое предположение. Кто-то там забыл, или не оставил, или исчез, или там... Это как раз не самые, бывают существенно более отвязанные. На самом деле, они занимаются этим для того, чтобы... У них самое интересное, самое интересное для талантливических мудрецов это граница. И пытаются, как бы, нащупить как можно точнее границу между разрешенным, грубо говоря, и запрещенным. Это значит, что это очевидно, наконец? Нет. Да вроде как, то есть, как бы, она была бы очевидной, если бы не возникали вот эти вопросы, где же она очевидна? Не обязательно, не обязательно... Нет, понимаешь, когда мы говорим, надо бы нам поставить рухту в шире, это там, где-то в районе разрешенного, в глубине разрешенного. Это там, где-то ближе к столице. А нам интересны границы между этими местами. А границы мы должны все ближе и ближе подступать к запрещенному. И наоборот, из запрещенного все ближе и ближе подступать к разрешенному. Вот так. Пытаться попасть в этот тонкую менту. То есть тонкая мессия. Ситуация, в которой не сделают рухту, что не забил нахи свари, она очевидно запрещенная. Мне удивительно, что для них это... Еще раз, она-то запрещенная, а пища. То есть вопрос, о пище, что делать с... Понятно, да, об этом, собственно, они и говорят. Понятно, что они с самого начала говорят, что он нарушил запрет. А вам? Опять же, это слово ничего не может любить. Он нарушил, понятно, что он нарушил. Вопрос, вот взор, а узор, сердце болит. Что с этим супчиком теперь делать? Может ли его кто-то другой сыграть? Нет, он сам может это съесть. Нет, кто про кто-то другой, это отдельная история, и она не здесь обсуждается. Но вопрос, может ли это здесь съесть, это он сам. Потому что теперь вот кончился ем. Он остался в субботу и с наваренным супом. Да, суп был преступный на наваре. Тут как бы вопросов нет. Но съесть он может его или нет? Или ему нужно по гостям подбираться? Только в субботу. чем-то принципиально отличается на наваре. А в субботу какой-нибудь не снова и теперь попал в молоко. Понятно, чем отличается. Суб ничем-ничем не кошелим, он абсолютно кошелим и суп. Там не попал никакого молока. И красный суп, в общем вкусный, между прочим. И понятно, что он отличается. Он очень сильно отличается. Например, действительно, по плане приложений возможно. Ну, по крайней мере, в других местах это точно есть. Не помню, как здесь, здесь, по-моему, они дальше не будут обсуждать. Но в других местах это точно есть. Действительно, может быть, он не может съесть. А другие съесть. опять же, это крышальный суп. Что у него такого плохого-то? Более того, он даже приготовлен в разрешенное время. Еем вообще-то можно готовить. есть ощущение, что его будут штрафовать, а других штрафовать не будут разрешать. Ну, во время у меня есть такое ощущение. Так что тут очевидность как раз может служить неплохой для понимания. Да, это же самое интересное и есть. Мне кажется, что реально в Торе, конечно, ни полуслова про это нет. И никто не думает, что там есть. Его там нет. Понятно, что мудрецы придумали его совершенно. Теперь вопрос, насколько сильно они могут продвинуть эту действительность и насколько сильно действительность все-таки может защищаться. насколько сильно сентимент и взор по отношению к федесуаренному сроку, и могут ли они простоять вот этому принципу, что нужно положить роботу в шлина, если они не заварят. Я сейчас объясню, почему, мне кажется, это вопрос интересный. Потому что если можно где-то роботу в шлина сварить с ним, тогда зачем вообще к этому на роботу в шлинах? Если можно забить на него сварить с ним, если это разрешено, тогда к чему вообще все-таки в такой правильный в шлинах? Вопрос уместный. Вопрос уместный. Мне кажется, очевидным, что это не кажется. Это действительно интересный вопрос. Надо как бы всем подумать. Опять же, с теми фактами, это и другое обсуждать. Опять же, на мой вкус речь идет вот о чем. Все эти рувин, это, кстати, относится к росту шлинах, точно так же, как к росту к циротам и вот как все. Все эти рувин, это приемки мудрецов. Они стоят более-менее мудрецов. Можем ли мы, вот как ты говоришь, очевидно, а вот мне совершенно не очевидно, что то, что мудрецы придумали, я-то иду по строгой туалле, я нарушитель, я нарушитель, да, прихожу, прихожу я в этот емкость и говорю, ну хорошо, мудрецы сочинили, там, всякое интересное. Я, в принципе, готов подчиняться и, ну не вред, ну, вот этим вот всем придумал. В принципе, готов подчиняться. Но сейчас я оказался в такой ситуации, что у меня вот не получилось положительного кушания, по той же причине. А кушать мне завтра все равно надо. По строгой торе я могу это сделать? Ой, а у меня что-то на самом, что на самом не бывает. По строгой торе я могу это сделать? Ну, как могу. Так что очевидность тут сейчас на твоей стороне, а на моей. Тогда получается, что это рекомендация с этой стороны тореяцов, а не... Да нет же, ааа, в том-то и дело, что нет. Так они же, об этом же мы и говорим, насколько сильно это сила. Да. В каком-то смысле это, 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 ну, на самом деле это весьма радикальная, весьма радикальная штука. Я не знаю, я сейчас, это, наверное, очень страшная гереса, у меня не в той сейчас женщины кострения будут, да? Мудрецы сильнее торея, мудрецы сильнее торея, существенно сильнее, намного. Я, по-моему, говорю уже, приводил пример из Гитин, если я не ошибаюсь, приводил. Нет? Приводил пример про брак, что нужно. Про брак, все же, видите, там мудрецы просто прямо отменяют законы, в некотором смысле это же самое происходит и здесь. Там это произошло в сторону разрешения, что очень легкий случай, а в сторону сражения ну, сколько угодно. Да? Там было в сторону разрешения, там была речь, речь шла о том, что если все выполнено согласно закону Тории и при этом страдают люди, мудрецы имеют власть отменить этот закон, в некотором смысле отодвинуться. Ну, про развод, там некоторые фейнки про развод. Неважно какая. Там это было, там это целая серия, которая говорит Микнэйти Кунэллом или там еще какие-то как-то, вот, вот, приводится целый список, длинный список законов, которые ради этого приводить, где, где, где мудрецы вступают в прямой конфликт, просто вот прямо там в конфликт, непосредственно. Да, про звук такая же хрень, когда вот эти вот долги списывающиеся не списываются. Тора прямо говорит, ну, каждые семь лет долги списываются. Но нам, хитрым евреям, это действительно неудобно. И в жизни ужасно мешает. Нам надо придумывать, мы придумываем некоторые способы, что это, это прямой конфликт. Здесь, что прямого конфликта нет. Мы просто говорим, да, Тора в принципе разрешает варить ее на шаббат, но ради того, чтобы лучше прочувствовать как бы разность святости этих дней, например, я не думаю, что они там говорили по этому поводу, мы ведем некоторое правило, запретим варить съемку на шаббат, и уж тем более на поле, если у нас нет рода шлимка. Сперва. Хороший вопрос. Матрецы считают, что это тоже. Другого ответа у меня до вас нет. в какой-то месте написано, варим, не помню, где-то про... Ну, там, даже описаны некоторые процедуры того, как их надо слушать. Да, другое дело, что мы это как-то идеально неформализованы. У мадрецов это существенно более мюнгусад, так сказать. Малых, кто думает, какого-то мадрецов надо. Нет, тут как бы все сквачено. Теперь дальше. Значит, давайте мы немножко дальше пройдемся. Значит, у нас было две попытки... Это вот к вопросу о том, что такое очевидность. У нас было две попытки запретить есть приготовление незаконно. На данный момент две попытки. Обе попытки не провалились реально на формальном уровне. Провалились или нет? Конечно, провалились. Пока очевидность, амероочевидность пока проигрыша. Как ни крути. Ну, не в сильном проигрыша. Она пока еще не сумел себя доказать. Да? Достаточно убедительно. Первая попытка, когда он говорит, а почему в Брайсе не написано, что это... что так можно? Значит, нельзя. Он говорит, ну, мало чего в Брайсе не написано. может и можно, может и нельзя. Принесно. Вторая попытка, это вот это, вторая Брайса, про то, что... про маары, про обманщик, ну, про хитреца. Да? Эта попытка разбилась об заявлении Рава Аши, что хитрости относятся строже, чем к злонамерению. Так что, может быть, хитрость-то и запрещена, а злонамеренность, то есть, хитро сваренный суд может быть и запрещен, а злонамеренность сваренный суд, еще неизвестно. Вот. То есть, как бы, мы ставим в той точке, что, возможно, это разрешено. Ну, пока не доказали, что это запрещено. У нас все больше и больше складывается ощущение, что все-таки надо бы запретить, поскольку слишком много об этом, в эту сторону это самое. Но формального наказательства у нас пока нет. И, и тут случается вообще трагическая штука. Мы ее сейчас выведем в частное мнение. Равнахмбариска Камара. Гаманы. Канами. Вали, вода, бет, шаман. Он говорит, это идея или нет идея, или это не эта идея, а это Брайта, которую мы только что привели. Нет, наоборот, он будет, это еще одно соображение, по которому эту Брайту мы не будем воспринимать как доказательство. Эта Брайта является частным мнением. Это частное мнение Ханани, некого древнего мудреца, который таким образом объяснял мнение школы Шамая, бет, шамая. И вот как это, деталь, потому что есть вот какая Брайта, где все это разложено по полочкам. Ханани, умер, бет, шамая, умри, эйму фин, элэмкен, эрев бапа, бээмм, элэмкен, эрев бапа, эрев бапа, эйм, томнин, элэмкен, гаю, хамин, тмунин, мэр, вьем, тумнин, я пока тоже не понял, как она связана. У бет, и лэли, уны мээрэ, мээрэ, бээ, 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 бэээ, давайте перейдем Брайту, а потом будем разбираться, каким боком она к нам относится. Ханани объясняет этот спор между бет, и лэли, бэээ, 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 бээээ, запрещает производить вот эту вот всю готовку, если у нас нет соответствующего, как бы, это самое. Нельзя печь хлеб, если у нас нет испеченного хлеба в друде. Нельзя варить варево, если у нас нет вареного варево в друде. И даже не надо, нельзя укрывать горячее, съемка выношала, Если у нас нет укрытого горячего с предыдущего дня. В своем репертуаре. В своем репертуаре, совершенно верно. Бедилей говорит, а, одно блюдо и хватит. Хотя бы что-то символическое положим, и это уже достаточно. А сейчас, кстати, два. Это потому, что это другой бедилей. Там сейчас будет про это что-то делать. Это бедилей, а либо дохананье. Мы не знаем абсолютно, что именно они говорили. У нас есть несколько представлений их слов. Хананье представляет их слова таким образом. Значит, Бет-Шамар решает вот так, вот так, вот так. Бет-Шамар говорит, одно блюдо достаточно. Дальше будут другие соображения. Так, теперь, теперь, поспокойно. Ну, Раш объясняет так. Де-Шамынины, де-Махми, бе-Ру-Вейт-Эвшелин, а либо до бет-Шамар. Просто, как бы, он говорит, что такое устражение. То есть, опять же, вот это, кстати, очень хороший наградный пример. Очевидность. Вот эта вот самая очевидность, она упала просто до ниже пола у нас сейчас. Потому что он говорит, это такого рода очевидность, что нам сразу очевидно, кто эту гадость сказал. А сказал эту гадость однозначно бе-Шамай, который устражает по всему району. Причем не просто бе-Шамай, а бе-Шамай, а либо до фаналии, который еще более устражает. Да? Вот что случилось в нашей очевидности. В сущности, грустная история. В общем, я не очень понимаю, почему он не решил. Я не очень, не до конца понимаю, почему Рафнатман Борисов решил, что это однозначно вот это самое мнение. Ну, похоже, что просто, то есть, как бы, я не вижу здесь четкого понимания ситуации. Ну, по крайней мере, по крайней мере, вроде бы, они говорят нам, что из-за чрезвычайной строгости такого мнения, как бы, мы должны социировать его именно с этим. Сейчас я посмотрю еще в июне. Ну, может, там, как бы, скажем так. Ну, вот. Ну, вот. В смысле, он не может быть, чемай, бе-Шамай, бе-Шаматэнэну, а шаафэм, отменин бе-Эллу. Иван, ша мидивы, в райэм, юбилым в церкву асот, как отхилла, эллаш, бедя, ах, давай, а в эм, лоих миллах. Элламдивэй, хананилэм, эллэм, ша мидивы, ша мидивы, бедябар. Вот, вот, вот где у нас, как бы, наверное, зацепка. В райэшэкатав, шаим га-янудбар бе-ру в эллэхад, ша мэй лахшо, ша ябол адам ласоуд кэнд шинит лэкатхилла, аавал адад бедшамай, ша царик ласоудкамо и рузным. Ша мэйстапэк бэ-эллэм, бэ-эллэбар, бэ-эллпан, мэнастамих ми-рвах, бедябар, ша царик, ша царик, ша царик, ша царик. Ну, понятно. Короче, он говорит, что что в нашей мишне, вот если мы глянем на нашу мишну, несколько или скот назад, то там мнение бэ-эллэм и бэ-эллэля выглядит немножко иначе, существенно бэ-эллэм выглядит существенно гуманнее. Там они просто говорят шны тавши ля хат, да? В этом, собственно, весь спор. И он говорит, что там в нашей мишне, они разошлись как следует делать, когда ты кладешь иру, но ничему не говорится о том, что произойдет, если ты этого не сделаешь. А здесь, вроде бы, в этой братье Хананге, вроде указывает на то, что есть указание на то, что он вот в этом смысле, что если ты не положил оружие, то все, то-то нельзя. И тогда нам вроде бы, я все равно еще не понимаю, как формально это происходит, вроде бы нам удобно повесить на этот бодиават нашу вот эту братью, которая говорит и во имя арим ассу. Так что, возможно, даже ля арим не будет ассу. По нормальной Аллахе, да, не по жуткому бейкшамару, который, как бы, у нас многими творче. Нет, по этой братьям не разрешено, но это брать, кто-то мы повесим, на чьем мини, на самое-самое строгое, какой на шиит. У нас-то наше нормальное Аллахе, честно, более либеральное. Как оно вешается? Нет, как оно формально вешается, я тоже не знаю. Но он говорит так, что мы нашли некоторый источник, где говорится об отношении к этому всему. Он не мелькоткил, а бодиават. Нам туда, собственно, и надо. Вот он уже не положил, и что теперь с ним делать? Значит, у нас и жесткое мнение бодиават относится к мнению бейкшамара, либо до ханани вообще. Да? И туда-то мы и вешаем эту брайку. Из этого следующее нормальное Аллахе, в этом можно к этому все честно и спокойно. Что я говорю? Еще раз. Я четвертый раз говорю. Я не понимаю, как они формально это повесили. Насколько я вижу указания комментаторов, они повесили это чисто по строгости. Он говорит, эта брайка настолько строга, что никим иным она сказано быть не может. А следовательно, мы к ней не должны относиться так, к руководству, к действию. Это не тот путь, про который он может, собственно, выговориться. А, вот так. Да. Дальше. Это мечна из масок трумок. Снимаем. Мясыр пиротав, бешаббат. Бешогев, йохар. Бемзид, ло йохар. Мясыр пиротав, бешаббат. Мясыр отделяет мяцыр. Да. Значит, ситуация такова. Мы въехали в субботу с некоторым количеством каких-то фруктов. И он взял автоматически, сделал... Что значит автоматически? Не автоматически сделал. Ну, больше жрать нечего. Он же не может быть неотделёнными. А что значит, бешаббат? Бешаббат значит, что он забыл, что это нельзя. Я забыл, что это суббота. Забыл, что это суббота. Ну, да. Он отделил. Значит, поскольку это, опять же, навесили нас мудрецы, это шум. Это не дурайка. То, теоретически, ничего уж такого страшного он не сделал. Но, поскольку мудрецы всё-таки да, навесили нас. Они говорят так. Если он случайно забыл и отделил, окей, пусть ест. Но, если он нарочно отделил, то он пошёл в это сразу. Получается вот, что мудрецы как бы прекрасно осознают то, что они сами внесли новое, придумали. И говорят, окей, но если кто-то забыл случайно наши, ну ладно, чёрт с ним. Но здесь вот наши указания специально на них. Если он наплевал на них, да, тогда его нам наказывать. Совершенно верно. Именно так. Именно так. Ну, по мнению Раваши, в общем, Раваши считают, что Арым это ещё как бы хуже, потому что создаёт видимость того, что ты вроде как кошерный человек. А на самом деле нет. То есть, ты плюёшь, но... Вообще, мне вот это вот сейчас подумало, в целом время не подумал, сделал ничего. Мне тут очень напоминает, что я не думаю другого объекта. Ну, это один аспект. У нас сейчас немножко другой аспект. Да, это тоже как бы, это тоже. Можешь ли ты действительно, можешь ли ты в полной мере обмануть себя? Нет. А если можешь, то что? Это хорошо или плохо? В смысле, это лучше или хуже? Ну, я просто не знаю. Наверное, всё-таки хуже. Потому что мало того, что нарушитель, ты ещё и идиотом себя делаешь. Привет. А идиотом у нас будет запрещено в нашей религии. Тут как бы, даже дорогие не на это. У меня такого смысла. Так, озвучьте, пожалуйста, спорт-студию. Привет. Извини, у меня сегодня нет дополнительного трактата о работе. А там тоже нет еще одного, да? Ну, в общем, правильно. Да, у нас уже ушли. Ты сейчас их облегчишь. Да. Ну, спорим всё о том, что, то есть, мне всё равно кажется, что медленцы по поводу своих этих преды, например, как вы пришли, говорят, что кто хочет быть хорошим мальчиком, делайте вот так. А если забыли, то ничего страшного. Это типа рекомендации. Они пока ещё не сказали, что ничего страшного. Наоборот, они уже омут почти ломают кофе по поводу чего страшного это или не страшного. Он говорит, что он всё детский. Да, понятно, да. Потому что, во-первых, это не здесь, это в другом месте говорится. Да. Ну, так подожди ещё раз. Понимаешь, в некотором смысле у нас получается, то есть, как бы, мы можем рассматривать ситуацию так. Есть некоторое метафизическое состояние, как бы, не знаю, реальности, да? Оно создаётся Турой. Вот в Туре ничего не сказано про это. Её метафизическое состояние кошерное. Да? Метафизическое. Ну, вот этот плодок, который он там отделил. Ну, например, да, вот у тебя есть сто килограммов яблок. Тебе хочется яблок. Ты забываешь, что сегодня суббота или там что-нибудь, не важно, не знаешь, что за запрет. Отделяешь этот яблок, потом говоришь, мамочка, ты чего-то такого наделал-то? Идёшь к раввину, спрашиваешь, что делать? Он говорит, ну, ты честно, вот, не злобный урод, а, честно, забыл. Ну, ешь как-то. Потому что, опять же, опять же, это вопрос действительно о том, насколько мудрецы умеют продавить, как бы, реально заданную Туре. Тур сказал, можно. Мудрецы сказали, нельзя. Ну, нельзя не в такой уж прямой степени нельзя, что эти яблоки стали не кошерными от того, что ты их оберил в субботу. Они и стали не кошерными, а остались кошерными. И, более того, они скажут, ну, ладно, я с тобой, субботу надо что-то есть. Ну, вот, если ты начнёшь забивать на их, на их это самое, тут они тебя будут наказывать по полу. Понятно? Вот. Это не делание яблок не кошерными. Вот. Это штраф. Оно часто называется КНАС. Да? Это штраф, который мудрецы накладывают на того, кто пренебрегает их идеями. А в общемonstраю, вы считали что если можно нарушить это рекомендация, а я не считаю, что это рекомендация. Вот мы в этом спорим. Закон, который можно не нарушить, это не закон. Если нет наказания, то нужно уж Afine накладывать Была бы правда, если бы речь о законе Торо. А законы мудрецов устроены просто по-другому. Это еще не рекомендуется. Нет, вот я тоже думаю, что назвать рекомендацией было бы слишком радикально. Они действительно имеют непредвиду другой статус. Иногда более серьезный, чем законы Торо. Наверное, часто говорится о том, что мудрецы защищают свои законы более строго, чем Торо свои. Ну, я не помню, мы на это наталкивались уже или нет. Может быть, еще наталкнемся. Потому что Торо, понятно, это Торо. А мудрецы, ну так, пришли, что-то поменять. И для того, чтобы люди хоть как-то этого слушали, всем нужны санкции. Они есть, эти санкции, но они работают чуть менее, чуть-чуть по-другому, чем санкции Торо. Правильно. В конце концов, действительно, вот они же тоже были, они же тоже все понимали. Вот представь себе, как бы над всем, над этим сидит небесный суд. И все это дело судит. Ну, что он скажет этому вот другу, который как бы, который бы шубек отделил десятину субботы. Да что он не скажет? Что он ему скажет? Ничего. У него закон-то такого нет. А что он скажет тому, кто отделил народ? Ты урод. Ты не слушался своих мудрецов. А про мудрецов у нас вроде бы как в Тори Старо. Понимаешь? Есть разница? И сами мудрецы это отлично понимают. Разумеется. И как бы говорят об этом. Окей, но это с одной стороны. С другой стороны, эта же самая мечта нам вроде бы выводит нас на то, что бемезитасу. Да, что если он нарочно нарушает постановление мудрецов, это будет запрещать ему эту пищу в пищу. То есть таким образом применительно к нашему случаю, если он нарочно будет варить съемку на шалат, значит, он не может это снять. Он говорит, «Лац риха, де ит ле пире африны». Он говорит, не, это нужно, это работает только тогда, когда у него есть другие, другая, другая еда, другие планы. Ну, ты знаешь, что работает? Чтобы бемезитасу. Если у него есть другая пища. А если у него вообще ничего нет? Если у него вообще ничего нет, то даже бемезит ему вроде бы как разрешат. Хотя это, собственно, ничего не следует. Это здесь, здесь в Гемаре вроде бы сделается такое предположение. Окей. Это Миш, но про то, не про то, а про то, что если у него полный дом какой-то еды, он еще и отделяет действительно от этих яблок. Ну, даже в обиде, потому что снова ходили с подмогом. Вот. Да. Как бы так, да. Ну, и дальше мы просто взвешиваем, грубо говоря, что хуже, оставить человека на субботу вообще без еды? Или слегка, или ну, все равно будут ругать потом, но как бы на субботу, ладно. Нет, если мы будем, то ладно. В субботу как-то голодные сидеть, нехорошо. Дальше. И это нам как бы не дает вырвались на нашу, как бы, опять же, на наш запрет. да, это соображение. Ташма. Хамадбильки лав бешаба, бешогеги штамеш баэм, бамезид лошь штамеш баэм. Так, значит, ооо, это богатая тема, но, по-моему, ее будем дальше обсуждать, это будет очень интересно. Это как бы у нас некий такой спойлер своего рода к следующему истоку. Значит, известно, что в емутах нельзя, можно совершать омовение самому человеку, в емутах в шаббат и даже емутах можно совершать омовение самому человеку, если это требуется, но нельзя, это будет на следующем листе. Это будет на следующем листе. Вот. Но запрещено делать омовение посуды. Ну, или там, вещам. И вот он говорит, что если некто окунает в миг его посуду, тоже внешний травмон, если некто окунает в субботу посуды, если он это делает по ошибке, то пусть пользуется. А если делает салмомеренно, то не должен пользоваться ими. Салмомеренно это как? Забыл, что шаббат? Нет, в ШОГЭх это есть, он забыл, что шаббат. А в месяц он говорит, я знаю, что субботу, я знаю, что субботу нельзя обоглазить посуду, но я все равно пойду ее обоглазить. Это по месяц. Он не знал либо того, либо другого. Либо он забыл, что шаббат, либо он забыл, что заходил. Это тоже, естественно, постановление мудрецов, да, понятно. А посудой этой окунулки нельзя пользоваться именно в этом шаббат, когда она окунулась? Или вообще в них? Нет, не вообще в этом. Переокунулся, я знаю. Я не знаю, я не знаю точно закон, но это было бы логично в воскресенье переокунуть. Нет, понятно, что в шаббат нельзя пользоваться, понятно. Лоц, риха, да и креманы, африны. Нет, он говорит, это тоже работает только тогда, когда у него есть другая посуда. Конечно, использую. Если у него нету другая посуда, то мы даже в мейзи разрешили ему пользоваться. И опять же, это нас опять выталкивает из решения нашего, казалось бы, очевидного вопроса про пропищу из готового вопроса. Вот это правда, что если у него была другая еда... У него воркин пришел. У него воркин пришел. Если что? Воркин пришел. Если бы у него была другая посуда или другие продукты, то тогда можно. Это чья, каждый раз чье замечание? Это не авторское замечание, как бы так сказать, анонимное. Это анонимный... Присходит следующее. Все это начинается со слов Байлеву, когда они задаются некоторым вопросом. Вот они задались некоторым вопросом. Ну, я себе представляю такую сцену. Вот они сидят в большом битамидраше и говорят, а что будет, когда вот так вот будет? Они говорят, ну что, что? Ну вот, слушай, тут есть такая брая. А может быть, эта брая не про то? Хорошо, но вот есть другая брая. А эта брая вообще по мнению, по левому мнению, мы про нее не знаем ничего. Привет. Они говорят, а вот же есть мишна такая, и мишна сякая, и про килим, и про это самое. Он говорит, ну, может быть, это когда нет другой посуды. Мы не знаем, кто это делает. Это же некий амуроим, который ведут эту дискуссию. Будь то она реальная, или будь то она виртуальная. Иногда между вопросом и ответом проходит 200 лет, как бы, и тысячи километров. Ну, как бы, это... Нас это не должно совмещать, правда? Ну, да. Ну, вот. Но у нас конструируется... Ну, то есть, наверное, все это происходит в голове Рава Ашеву, товарища. Но конструируется некоторый спор. Может быть, он реально присталил, может быть, он никогда реально не присталил. Я, кстати, не знаю, кто такой. Когда жил Равна Ахман Барыцкий, но меня не знаю, не помню. Вот. В любом случае, он, как минимум, происходит в голове редактора Талмуда, да? Когда он этот текст собирает за едино. А вот есть такой аргумент. Ну, на это у нас есть возражение. А вот есть такой аргумент. Ну, и на это мы можем предположить, как минимум, предположение, да? Вот Лоцриха, это все-таки не совсем псак, да? Это не то, чтобы он говорит, на самом деле, вот так и есть. Мы можем себе представить вот такую. Тогда и тогда это, конечно, не будет аргументом. И к нам она тогда никогда не будет клеиться. Окей? Лоцриха, да и для манны Ахриста. Да, кстати, будет вот, на твой вопрос сейчас будет, будет некоторых, или здесь, или в следующей субъект. Там есть, мы можем увидеть, как это произойдет. Там вот, Лоцриха, па-па-па. И нами, и шаба-ши-ла. А может быть, так же, он может просто взять, отложить эту посуду. Ну, в смысле, в смысле, наша Мишна учится в ситуации, когда он без посуды не останется. Да? Если он, если у него есть соседи, да, грубо говоря, ну, так часто бывает, у людей есть соседи, да, у которых он может одолжить тарелочку на тракту, то тогда он, да, он действительно, он урод, и делать все дела он так не должен, и посуду не пользуется не будет. Заметьте, кстати, это действительно уже интересно психологически, что речь идет про человека, который совершенно нарочно, да, в мейте, окунул эти чашки-стаканы, а потом побежал к украинству, спрашивает, а что с ними теперь делать? Что? Я знаю, украин. Украин? Ну, ты что, украин работа такая. Но он вряд ли часто выслушивает такие вопросы. Ну, так психологически, даже трудно себе представить, что с этим человеком в эти 23 секунды произошло, что он понимает. Наверное, да, но, как бы, в некотором смысле это искусственная конструкция, да, понятно. Ну, так и в очень широком противничественном процессе это конструкция, в целом искусственная. И она, как я уже, как я уже имел честь, как бы, призвана потрогать границы, как бы, границы, да, Замолинов, где они? А Амараин на это отвечает? Да они же вовсе не там. То есть, они там, но если у него посуды совсем-совсем нет, то они вовсе даже и не там. А еще, наверное, в другом месте. Он говорит, и уж в нашей ситуации и подавно, как бы, и подавно, ну, вот человек сидит, вот он уже наварил, построил суп. по кому он, в смысле, что он теперь должен быть гостян, типа, ходить? Ну, может быть, дружить. Ташма, так, более суровое. А, вот смотрите, тут даже и, тут даже и не, даже уже запрет, что тот, кто варит в субботу, оказывается, это где у нас такое вообще? Тоже в трумот где-то, в сабар. Да, где Элисей, да, это что такое? Прости, пожалуйста. В трумот, да. Там, в том же пиарике, они там подряд идут. Что это значит? Тот, кто готовит в субботу. Если это делается неумышленно, пусть ест. Помышленно, пусть не ест. То есть что, это есть такая, дебра, это же? Даже мишна. Мишна? Да. Ну, хотите, вот у нас, у нас есть, значит, не знаю, нет с собой трактата от Рума, но, вот внизу у нас есть полезный инструмент, который называется оропалапа. Вот, если в него заклянуть, то можно посмотреть, что с этим стало. Вашеба шаббат бэмэйзит, а асур ба тавшил, это шумханару, а асур ба тавшил, оливны битто, а тавшил лоу, ливны битто лоула, да, он вылез. А, ну не вылез, а другим отлятся. Уляхири мутарми, ядаму цей шаббат. У бушоге, асур боба, ядаму цей шаббат. У ба муцаи шаббат мутаргам лоу ацму. А юша у нуба, мезет асур лоли хряма ад муцаи шаббат, бушогейк мутарми яд. И что получается, что если... У ба муцаи шаббат мутаргам лоу ацму. Что? То есть получается так, что если ты взял и специально приготовил шаббат, то шаббат, разумеется, едет вообще вообще никак нельзя, а после шаббата это могут съесть другие. Так что ли? То, что здесь написано. Правильно ли я понимаю? Мейнстрим, там есть два мнения. И обои мейнстримные мнения говорят вот так, как ты говоришь, да? Что ему и его домочадцам это запрещено полностью, навсегда. А другим разрешено сразу по исходу субботы. Есть более легкое мнение, которое говорит, что ему это запрещено до исхода субботы, а кому-то другому разрешено сразу. А если по ошибке, то всем разрешено. А если по ошибке, то опять же, возможно, по более строгому мнению, ему это разрешено, ему это разрешено, а по более мягкому разрешено, и я. Он говорит, что если у тебя вот прям реально нечего жрать, то можно сказать, а вот там что-то так думать, и мы тоже так будем. Вау. Сильно. Вот. И тоже тут уже прямо-прямо-прямо объясняется, да, вот это вот самая наша ситуация. Это не наша ситуация. Исур де шаббат шаны. Да. А в субботниках это другое дело. И вот Раша тут уместно объясняет, шуль шаббат, а вот он лахау. Ваисурский лахау. Илка консу арабону на мизи, а вар ваафа ба йонтов де шаббат. Исур де арабону на вау. Да, он говорит, что вау и субботу, это смертельный вообще, что-то казнить могут реально. Вот. Это за пред Тори, а в маха, за это казнят. И понятно, что тут, но там-то он нарушил всего лишь запрет мудрецов, боговатных. Так что, опять же, из этого мы не еще... То есть мы остались вот в том вопросе, который нам казался, ну, нам и особенно нами казался совершенно очевидным, решение, которое казалось совершенно очевидным, мы остались при своих, по нулям. Мы не сказали ни его, ни его, ни его предположения. Аллаха, я думаю, будет у нас по строгому мнению. Аня хорошо спросила. Что-что-что? Что человек, он приготовит шаббат, ему можно это съесть, а потом его козь. Аварвафа. Что? Нет, еще. Нельзя это съесть. Говорят же, что нельзя. Нет, если он по ошибке, там не может быть. По ошибке? Ошибки есть, 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 но по ошибке его и не казнят. По ошибке, кто же его казнит? Так если он казнен, то, что он может быть. Сейчас, давайте, на предыдущей странице есть Аллаха по поводу, собственно, чего у нас осталось нажить с нашим, с нашим вопросом. Я даже не видел такого раньше. Он говорит, что по закону можно есть. Это что? Это шута на руку. Ну, какой-то шута на руку, там, что такое, мы, 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 не знаю, что это такое. Но. Вот. Значит, он, по закону, и то, что сделано в шоббе, и то, что сделано в брумейзе, есть можно. То, что сварен, мы сейчас проявляем. Съемтого на шаббат, да, без Ирула, есть шаббат, можно. Да. Однозначно, такой вот, так вот, очевидность наша, как бы, даже на уровне лохи совершенно не работает, я подумал, сработает. Вот. Есть можно. Но, в принципе, неплохо было бы его каким-то образом наказать. На этом усмотрение суда, каждого комплекта суда. Вот, последнего я не помню, даже прецедент такой большой, но все же некоторой практике. Чтобы они прямо говорили, одно это усмотрение суда. Не знаю, не видел такого. Поелок, что он в углу. Против того, там в углу, они там говорят, в колодки сажали, в углу, в углу, не просто ставили такие колодки, реально сажали, в европейских общинах все эти говорят. Ну, показания. Ну, община может, понимаешь, наказание тоже регламентировано, они есть определенные. А наказание накладываемо общине не регламентировано, они какие угодно. Ну, смертная казнь, например, не может быть, а вот любого-либо телесного наказания или там что-то такое, пожалуйста, это усмотрение общины. Вещь о маме в риме не это шире. Так, окей. Значит, судья закрылся знаком вопроса, позднейшая лоха решает эти полегки пути и теоретически разрешает есть незаконно приготовленные судья. То есть лоха теоретически разрешает приступать к закону мудрецов. Еще раз. Теперь ты делаешь эту ошибку. Это неправильно, это ошибка. Она не разрешает нарушать закон мудрецов, но она не вводит за него санкции, конкретных санкций. Она вводит за него, мало ли закону, у которых нет конкретных санкций, ребята. в нашем праве беспокоугольных. То, что все, что называется патура варасу, а их огромное количество, очень много. Ну, например, например, за любые нарушения того шаббата, то, что называется мишиншу, нет никаких формальных планов. Это вот то, что называется патура варасу. Вот те, вот то, что мы не делаем шаббат, да, всякие вот вещи. Нет, если мы нарушаем 1139 авгу ахатумы, то, пожалуйста, бриться. Бриться в смысле скилла. А если что-то дополнительное мудрецовое, то это нет. А это не так, что вообще нарушение запрета мудрецов вообще не прекратить так сильно? Теоретически изображение запрета мудрецов действительно формальных санкций, скорее всего, нет. Есть штука, которая называется макат-мол-морду. Та же порка, только неограничена. Ну, потому что троидальная порка ограничена 39-е удары, а мудрецовая порка ничем не ограничена. Порой хоть босса. Вот. И мудрец там или суд назначает, может назначить такую хрень за неповинами, за любой неповинами. И куча таких, куча таких мест столнули, как закривое слово человека легко могли там выпрыть в чистый парк. Вот. Ну, вот, собственно, вот так. Теперь дальше разбираем мишму. Собственно, спорт бет-и-ле-ле-бет-ша-мая. Бет-ша-мая мримш-ны-та-вшили. Да, нужно, что нужно два блюда для того, что белорус. Мы отметим Делокий Гайта. А, у нас есть, значит, таким образом, у нас есть, были уже две версии расхождения бет-ша-мая сейчас у нас будет третья версия третья версия такая деталь в той секции по его версии согласны что нужно два блюда по его мнению Бенгеле занимает более жесткую позицию чем Бенгеле обратите внимание то что в Мишне говорится что они согласны по поводу рыбы залитой яйцом что это два блюда в нашем Мишне здесь ровно наоборот они расходятся именно по этому вопросу они согласны что нужно два блюда но теперь они по-разному смотрят на эту яичницу с рыбой Бенгеле говорит что это и есть два блюда а Бенгеле говорит что это всего одно и надо еще что-то и надо еще что-то да то есть Бенгеле занимает более жесткую позицию чем Бенгеле и Шабах Бенгеле и Шабах в самом начале так было был у вас был конечно но как бы а почему мы спрашиваем что почему потому что мы не знаем как а как а как а ты вот лично чем считаешь яичницу с рыбой одним или двумя ну хрена знает как посмотреть можно одним а можно и двумя ну вот они говорят это я так понимаю так это что когда вареное яйцо вареное яйцо крутое яйцо на нарезан ломтиками в рыбном блюдце фаршированные яйца фаршированные яйца нет не знаю я думаю что это такой салат из рыбы яйца я не знаю что такое польский соус но но я даже не сто процентов уверен что я понимаю что они тут делают вы сказали что прямо на bones чаем фаршированные яйца Fochadang фаршированные яйцо ну что это вроде не знаю а перперу то накрошил или это попал нет это накрошил оширесек каплутот 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 это вот это вот что называется такое сбоку сон, типа один из видов парея. Ну тоже он его как-то измельчил и тоже делал с шириной. Швеншнеидов ширин, это две, это много. Ейшнецосривы не две, полтора, а татуицосривы это много. Рова говорит, что у нас есть три версии спора, по какой из них мы вообще идем и какова Аллаха в этом месте. Мы идем по версии Мишны, что нужно всего одно блюдо. Подожди, по версии Мишны, он рассматривает это как... Нет, что значит, нет. Еще раз. Каталадидан, в Мишне, не в этой брайте, которую мы сейчас почитаем, а в Мишне. В Мишне там все было совсем по-другому. Они говорят, что в Мишне там все было, но в Мишне там все было. Наоборот, яичница с рыбой считается двумя блюдами, а в Мишне не требует даже этого. Одна рыба вполне сойдет. А где я, конечно, с нами? Да, раньше, примерно, с нами раньше. А? То есть, тебе даже не нужно, да? Нет. Хорошо. 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 Амарова. Илхадгаттанангдава, либо доведене. Дальше. Ахмавшавад, гарейззэ, воля, ашэля, аавы, хуле. Тогда, если у него этот самый рух пропал или съеден, или что-нибудь такое, то он не может бать ориц. Амарабаде, нактинан, итхильбайсатовами, вады ругумер. Нактинан, это я так понимаю, что это, наверное, есть такая традиция, то есть, как бы, что мы знаем. Принято считать, что если этот рух пропал посредине готовки, то он может завершить готовку. Вот он готовит, готовит, и сам машинально тянется к этому руку и съедает. Если это с рыбой, например. Вот. И что ему делать, да? Кастрюлю еще на плите. Может закончить готовку. Может закончить готовить. Ну, там не кастрюлю, там тесто замесил. Так. Ну, давайте следующую мышну. Халь йот харвашабад. Теперь наоборот. Праздник у нас выпадает на послесубор. Так бывает. В общем нет. Да. Вашая реала. Нигде. Оно подразумевается. Да. Поскольку мы все время говорим именно про него. Теперь, значит, суббота, за ней следует праздник. Бе-чамай умри мудбилим эт коль мерифнея шаббата. У бе-чамай умри м кели мерифнея шаббата, ле-адам бе-шаббата. Значит, Бе-чамай говорит, что ха бы чего не вышло, все, все окунаем в пятницу. Человеков, и посудин, и одежда. Значит, бе-чамай говорит, что посуду действительно не можно окунать в субботу, а человеку вполне можно. Бе-чамай умри мудбилим. Ага. Он говорит так, значит, это такая идея. Значит, это такая идея. Представим, что у нас есть где-то резервуар затумленной воды. И больше, например, никакой воды в доме нет. Ну, это там они будут обсуждать. Мы можем взять сосуд, который не умеет оскорняться, например, каменный. Налить туда до краев хоть поганой воды. Аккуратно пустить его в миг вот так, чтобы вода соприкоснулась с водой. После этого она считается существом. Он говорит, значит, вот это сделать можно в субботу, видимо. В этом они сходятся, да? Шаби, это они сходятся. Время-то они сходятся, да. Да. Я так понимаю, что это можно делать. Ну, видимо, в субботу в субботу, да, но нельзя при этом, то есть, как бы, это можно проделать только вот именно, что с сосудом, который не принимает личность с каменным, например. Но не с сосудом, который ты собираешься очистить. Очищать-то нельзя. Нельзя. Нельзя взять, так сказать, глиняный сосуд и сделать с ним такой ассоцией с субботом. У Матбелин мегав легав у мехавураля хавураля. А зачем им нужна чистая вода? Если, пожалуйста, не понял. Я сейчас вопрос не понял. Подожди, они берут... Зачем нужно, что ты что ты сказал? Какую-то вещь, что ты берешь воду затауленную? Да. Для чего? Зачем тебе нужно чтобы не оскорряться, например? А у тебя какие идеи? Нет, подожди. Как же очистить? Нет, подожди. Я не поняла. Человек находится в пространстве шабата. Да. Дальше что? У него есть какая-то вода. Бочка с пенойной водой. Бочка с пенойной водой. Теперь ему нужна вода для чего? Чистая. Да мало для чего. Руки мыть. А почему он тогда просто в микве не может, если пойти по моему другому? В микве может. Хорошо. Предположим, я тебе объясню. Предположим, что он кое. Давай на секундочку предположим, что он кое. Уже меньше вопросов. Да, наверное. Он эту воду будет с трумой есть. А у него кроме трумы больше ничего нет. Уже совсем мало вопросов. Потому что ему нужна чистая вода. А типа в микву не набегаешься? Точно не набегаешься. Вот он и сбегает с этим каменным. Да, или чуть-чуть соприкоснутся. Ты же не из миквы будешь черпать воду. Ты чего? Как это значит окунают? Окунают. Так, чтобы они соприкоснулись, чтобы края были чуть-чуть под водой. В этот момент, когда вода соприкасается с водой в микве, ты его можешь унимать, она очищена. Понятно. Ты не можешь таскать воду прямо из миквы. Почему? Потому что тогда в микве не останется воды. А из колодцев? Ну, нету там, не случилось там, где-то поблизости. В колодце не знаю. Короче, еще раз. Вы меня спрашиваете, как это устроено по жизни? Я не знаю, как это устроено по жизни. Ну, в смысле, иногда знаю, иногда не знаю. Сейчас я не буду тут тоже, тоже мне что-то мутить по этому поводу. Но мне же не по жизни даже интересно. Интересно, ну, в смысле, им тоже. Что можно, а что нельзя? Нет, я понимаю. Откуда у него затумленная вода? Харя, главное, откуда у него затумленная вода. Кошка подонет тоже. Кошка? Кошка тоже может. Мышка. Или даже мышка. Что-то странно. Таракан. Нет, нет, нет. Да, да, что-то там это не так, да? Во. Я не знаю, потому что все комментаторы говорят там, что это будет объясняться в гемаре, а это тут я не зачитал. Поэтому мы в другой раз узнаем. Так, ну хорошо, хотите начать? У нас сейчас осталось минут 15, примерно. Длинный гемар, мы можем следующий. Да? Хорошо. так делают. Если кто... Аня, да, да, ага. Ага.